Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, Ради Хабиров всю неделю метался от пустого к порожнему. Встречался с редакторами газет, чтобы они не вздумали писать в своих никчёмных газетках что-нибудь неправильное, как будто бы эти газетки хоть кто-нибудь читает. Лебезил перед башкирскими писателями, как будто им это очень нужно, а они вовсе не ждут какого-нибудь очередного гранта от него. Даже инстафоткался с какими-то инстасамками и инстасамцами, полагая, что социальные сети зависят от тех, кто находится в подписке у Урала Кельсинбаева. Хабиров съездил в Училы, где тщательно отобранным лучшим людям города наобещал украсить небо алмазами, а горы позолотить золотом. Под конец недели Хабиров торжественно открыл первое здание Уфимского кампуса и с этим его благосклонно поздравил Владимир Путин по видеосвязи. Человек похожий или очень похожий на Владимира Владимировича даже пригрозил Хабирову своим визитом в республику, правда не уточнил когда, ограничившись формулировкой в ближайшее время. В целом же вся эта запоздалая суета напоминала попытку запустить неработающие почки при помощи ненастоящего боржоми. Не думаю, что все вот эти метания между писателями и инстасамками чем-то помогут Хабирову в деле приподнятия его окончательно упавшего авторитета в регионе.